ВВП в Китае сильно сократился в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом предыдущего года. При этом признаки восстановления активности в марте, как показали данные, которые вышли сегодня, они сильно неравномерны. Пример Поднебесный в некотором смысле сейчас является опережающим индикатором для других стран. Данные за март показали, что пока жесткие правила социальной дистанции будут в силе, быстрое восстановление экономики, в частности потребление некоторых товаров, некоторых категорий товаров получить не удастся. Совокупный выпуск в экономике Китая упал на 6,8% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В последний раз Китай получал удар такой силы в далеком 1967 году, когда была слаборазвита и преимущественно аграрной страной, переживавшей культурную революцию. Но даже тогда падение ВВП составило 5,8%. Мартовская активность не сгладила общую динамику за первые кварталы из-за действия частичного карантина в некоторых регионах и необходимости остерегаться близкого контакта с незнакомыми людьми, что, конечно же, сильно тормозит восстановление в секторе услуг и угнетает потребительскую уверенность. Объем инвестиций сократился на 16,1% в первом квартале 2020 года, но, что важно заметить, в марте уже вырос на 6,5% в постоянные с мартом предыдущего года. Данные показали, что рост капитальных вложений не концентрировался на отдельных отраслях, что хорошо, это значит, что частный сектор частично разделил бремя инвестирования в такое трудное время с государством, что, в свою очередь, говорит уже о некотором отскоке в индикаторах делового климата и привлекательности низких процентных ставок. Помощное производство упало на 8,4% во первом квартале, однако фабрики неплохо наверстали упущенное в марте, когда объемы производства сократились всего на 1,1% по сравнению с мартом 2019 года. Карантин сильно ударил по производителям автомобилей и запчастей, объемы выпуска в этой отрасли упали аж на целых 43%, так как все силы были вырошены на борьбу с распространением коронавируса, работающие на кризис отрасли неплохо заработали, объем выпуска масок и средств защиты в Китае вырос на 6,1% по сравнению с предыдущим годом аналогичного периода. Производство медикаментов выросло на 4,5%. Телекоммуникации и производство роботов выросло в среднем на 10% в первом квартале за счет активной поддержки правительства, за счет того, что правительство сейчас делает упор, активно инвестирует, привлекает средства для финансирования этой отрасли будущего. Самым слабым звеном экономики Китая в марте оказались розничные продажи, которым не удалось существенно отскочить в марте. Падение составило 19% за период января-февраль, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. И в марте падение составило 15,8%, что выражается в снижении потребительской инфляции, в поводу того, что в марте инфляция составила минус 1,2%, что говорит о потребительской дефляции, что говорит о том, что в марте после ослабления карантина, после того, как пошел тренд на ослабление карантина, к сожалению, восстановление потребления происходит очень медленно, и непонятно ли вообще оно происходит или нет, так как по данным по инфляции, по ценам, по росту цен в Китае, можно сказать, что пока потребление стоит. В марте потребители внесли небольшое разнообразие в потребительскую кардину, увеличив покупки телекоммуникационного оборудования, в частности смартфонов, однако расходы на одежду, мебель и автомобили, запчасти остались сильно подавленными в марте. По этим трем секторам снижение потребления составило минус 34,8%, минус 22,7% и минус 18,4%. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, мы говорим про март сейчас. Высокочастотные данные по автомобильному трафику в крупных городах Китая за первую неделю апреля 2020 года показывают, что по сравнению с рабочими днями, с буднями, падение трафика в выходные существенное, оно достигает, оно меньше, чем объем автомобильного трафика в будни, не примерно вот в 3-4 раза. И это, естественно, говорит о том, что дискреционные покупки, то есть те покупки, которые потребители делают после того, как они насытили свои потребности первой необходимости, то есть купили товары первой необходимости. И эти дискреционные покупки, они как раз-таки хорошо прослеживаются в том, как потребители перемещаются по городу, по городам, ездят ли они за покупками, проявляют ли они вот эту активность, которая выражается именно в увеличении дискреционных вот этих покупок. И вот именно индикатор автомобильного трафика, высокочастотный индикатор, который есть в нашем распоряжении, показывает, что выходные китайцы предпочитают все еще проводить дома, хотя уже на дворе апрель, на дворе весна, но в выходные они остаются дома. Естественно, это большой удар по вот этим дискреционным покупкам. Некоторую поддержку экономика Китая получит от реализации проекта правительства Нью-Инфра. Это проект, который затрагивает высокотехнологичные отрасли, ну, развитие в этом направлении. На это правительство Китая планирует потратить 1,1 триллиона юаней, привлеченных за счет муниципальных бандов. Целью, как раз-таки специальной целью будет именно финансирование этих проектов. Оптимизм сейчас по данной инициативе, несмотря на ее существование, также сдерживается, так как если местные правительства, даже если смогут они привлечь средства, опять же, эффективные и быстро реализовывать эти проекты не получится из-за строгих мер ограничения социальных контактов и необходимости держать социальную дистанцию. На сегодня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в понедельник.